На предпринимательство, повышение зарплат врачам и выплаты многодетным семьям, бюджет Ненецкого округа внесли поправки на 305 миллионов рублей. Ради безопасности автомобилистов, Ненецкая компания электросвязи обсуждает возможность появления радиосвязи на всей протяженности Зильника. Два месяца для уплаты налогов. 1 декабря 2017 года истекает срок уплаты налогов для физических лиц. Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Администрация Ненецкого округа утвердила основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Документ является основанием для составления проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. До 20 октября законопроект сбалансированного бюджета Ненецкого округа должен быть внесен в собрание депутатов. По мнению вице-губернатора Татьяны Лагвиненко, налоговая политика в ближайшую трехлетку должна быть направлена на создание условий для экономического роста, улучшение инвестиционного климата и одновременно гарантировать исполнение основной функции – обеспечение стабильностью бюджетной системы округа. В основных направлениях налоговой и бюджетной политики отмечено, что окружные власти намерены сохранять приверженность к предоставлению налоговых преференций, если они направлены на стимулирование инвестиций в производственную сферу. Вместе с тем в документе говорится о возможности пересмотра всех остальных налоговых послаблений с целью сокращения выпадающих доходов окружного бюджета и исключения неэффективных льгот. Кроме того, намечены меры, направленные на повышение собираемости налога на имущество физических лиц. С 1 января 2017 года он исчисляется, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, а не инвентаризационной, как было раньше. Первые начисления налога по новой схеме будут осуществлены в следующем году – срок уплаты до 1 декабря 2018 года. Также окружные власти, согласно документам, продолжат работу по выявлению обособленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории НАО, и зарегистрированных за его пределами с целью постановки их на налоговый учет. Что касается бюджетной политики, то основными ее направлениями являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в условиях ограниченности финансовых ресурсов, постепенное сокращение дефицита казны, обеспечение реализации майских указов президента, сохранение инвестиционной составляющей, повышение эффективности реализации государственных программ и эффективности бюджетных расходов. Кроме того, принятый сегодня документ рекомендует перейти к стратегическому бюджетному планированию, например, на период действия государственных программ, то есть на срок не менее 10 лет. Кроме того, на заседание администрации сегодня были внесены изменения в бюджет текущего года. Поправки в доходную и расходную части на общую сумму 305 миллионов рублей представила вице-губернатор Татьяна Лагвиненко. Доходы бюджета Ненинского округа на 2017 год увеличились на 305 миллионов рублей. В том числе в казну поступили налоговые и неналоговые доходы на сумму чуть более 284,5 миллионов и безвозмездное поступление на общую сумму порядка 20,5 миллионов рублей, в том числе межбюджетные трансферты. Расходы окружного бюджета также увеличиваются на поступившую сумму. Средства распределили по различным направлениям. Так, например, на 50 миллионов рублей увеличились расходы Департамента финансов и экономики, в том числе 3 миллиона направлены на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание бизнеса, 4 миллиона на предоставление субсидий на модернизацию субъекта малого и среднего предпринимательства. На 20 миллионов рублей увеличен фонд микрозаймов унитарным некоммерческим организациям. Предоставление субсидий по развитию системы гарантии поручительства мы увеличиваем гарантийный фонд на 20 миллионов. Имущественный извоз микрокредитной организации фонд поддержки 3 миллиона – Это обучающие мероприятия для субъектов малого предпринимательства, которые будут проведены в рамках недели предпринимательства. Данные суммы увеличены после предыдущего полпреда, когда мы говорили о том, что нам поддержку имущества нужно увеличить. Я хочу сказать, что в этом году существенно снижена была поддержка из-за того, что у нас не было денег. Сейчас мы, в принципе, выходим на уровень прошлого года. Кроме того, 124 миллиона 751 тысячи рублей дополнительно выделено на достижение целевых показателей по уровню заработной платы отдельных категорий в сфере здравоохранения для выполнения майских указов президента. 22 миллиона 200 тысяч на компенсационные социальные выплаты многодетным семьям, взамен бесплатного предоставления участков для индивидуального жилищного строительства. Эти и многие другие поправки в расходную часть бюджета были утверждены. Кроме того, на заседании согласовали перераспределение средств, сэкономленных на строительстве скейт-парка спортивной школы труд в Наринмаре. Финансирование осуществлялось в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с компанией «Лукойл». Мероприятие реализовано. Осталось экономить порядка 2 миллионов рублей. В соответствии с предложением Департамента образования и спорта, средства предлагается оставить в учреждении и направить их на материально-техническое оснащение сельских физкультурных клубов в поселке Красное, Наринминус, Оксино, Коткино, Нижняя Пеша. С компанией «Лукойл» изменение целевого назначения средств согласовано. Таким образом, в фоке четырех поселений Неницкого округа на сэкономленные средства закупят беговые дорожки, велотренажеры, спортивные мячи, гири, станки и проще спортивный инвентарь. Приняли на заседание администрации и еще одну финансовую поправку. Фонд задействия реформирования ЖКХ вернул в бюджет Неницкого округа порядка 157 тысяч рублей. Возврат произошел после того, как Управление федерального казначейства провело в отношении некоммерческой организации плановую проверку неиспользованных средств, полученных в качестве господдержки капитального ремонта. Управлением выявлены следующие нарушения, а именно принятые и оплаченные расходы по фактически невыполненным работам по капитальному ремонту общего имущества на квартиру домов. Сумма принятых и неоплаченных работ по факту и оплаченных работ по фактически невыполненным работам по капитальному ремонту общего имущества на квартиру домов составила 157 тысяч 253 рубля 88 копеек. Средства в размере суммы невыполненных работ возвращены подрядчикам фронта реформирования ЖКХ. Временно исполняющий обязанности губернатора Неницкого округа Александр Цибульский в свою очередь назвал как минимум странной формулировку «принятые и оплаченные невыполненные работы» и попросил прокурора Неницкого округа Николая Егорова проанализировать возникшую ситуацию. Николай Николаевич, могу вас попросить вот по этому факту? Посмотрите, пожалуйста, как это мы оплачиваем невыполненные работы, потому что мне кажется, это немного выглядит странно. Надеюсь, не мне одному так кажется. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В рамках подготовки к рассмотрению окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период депутаты окружного собрания провели выездное заседание комитета. Они встретились с руководством Неницкой компании электросвязи, обсудили насущные вопросы и перспективы развития окружного предприятия. Директор Неницкой компании электросвязи Владислав Песков ведет депутатов окружного собрания в самое сердце предприятия – серверную. Здесь находится основной узел, который коммутирует все населенные пункты округа. Вот здесь вот последнее нововведение – это так называемая оптическая абонентская линия, ну или как пол она называется, да? То есть вот здесь само ядро, по оптическим каналам подключены все новые дома. Здесь у нас серверная, крутятся все наши информационные системы и плюс классическая телефония, та, которая начинается на двойку. Далее экскурсия проходит уже в стенах Неницкой компании электросвязи. Здесь располагается абонентский отдел и служба поддержки. Вот здесь система мониторинга. Вот видите, картинка, линии ко всем населенным пунктам. И мы знаем, сколько какой населенный пункт на данный момент потребляет. Парламентарии интересуются, а какой населенный пункт больше всего использует канал связи. Ну, неси, потому что он спутниковый, да? А из спутниковых сейчас на сегодня больше берет Нижняя Пеша, а их стран нет, они в отдельном контексте. О, мы и Нижняя Пеша, мы год назад провели модернизацию спутникового оборудования и дали им побольше. Потому что большой населенный пункт, много здесь связано. Обсуждение продолжилось в кабинете руководителя компании. Один из вопросов касался организации связи на Зимнике. По словам Владислава Пескова, сотовой связи на временной автодороге в ближайшее время не будет. Но автомобилисты могут использовать радиосвязь. Есть недорогие радиостанции и бесплатные частоты, добавил директор НКС. С моей точки зрения, на въезде на Зимнике должна быть, может быть, по России ездите, да? Видите, табличка такая стоит, указана частота, на которой вас слушают. В случае чего? Кто же сам это сделает? Да. Конечно же, идеально туда завести, ну, не знаю, сотовых операторов. Но там нет людей. Кто там будет платить за это? Помимо организации связи на Зимнике, на встрече шла речь о резервных каналах связи. Как отметил Владислав Песков, уже в следующем месяце компания планирует выкупить оптоволокно, соединяющее НЕС с Мизенью. В перспективах компания – развитие наземной связи и строительство резервных каналов. Сейчас работаем вместе с другими операторами по развитию резервного канала связи на направлении на Реймархане. То есть, уже несколько личного времени мы работаем, около года. Но я надеюсь, что, если наши планы сбудутся, а там очень сложный участок, куча составных частей, к середине следующего года и в течение этого года, в следующем году будет это все работать. По словам Владислава Пескова, выход на Харьягу позволит создать резерв для всего на Реймара. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Два месяца для уплаты налогов. 1 декабря 2017 года истекает срок уплаты налогов для физических лиц. Уведомления об оплате транспортного и имущественного сбора за 2016 год рассылаются жителям округа. Они приходят в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика или в печатном виде по почте. В настоящее время налоговые службы отправлены 22 тысячи уведомлений по оплате имущественного налога. Из них 4,5 тысячи будут отправлены через личный кабинет по просьбе налогоплательщика. В личном кабинете есть возможность оплатить сразу все налоги и устранить неточности в их исчислении. К примеру, в этом году произошли изменения в оплате транспортного налога. Те транспортные средства, которые были зарегистрированы до 2013 года, будут предъявляться к уплате по дистанции транспортного средства. А те транспортные средства, которые были зарегистрированы после этого срока, то есть после 1 января 2013 года, будут исчисляться и предъявляться к уплате по месту жительства налогоплательщика. В случае несвоевременной уплаты налогов закон предусматривает принудительное взыскание денежных средств через суд. По словам Ольги Воробьевой, таких случаев в Ненецком округе немного. На сегодняшний день задолженность по налогам физических лиц за 2015 год составляет около 5 миллионов рублей. Общение в неформальной обстановке. Представители регионального отделения партии «Единая Россия» встретились с активистами Ненецкого отделения Всероссийского общества инвалидов. За чашкой чая обсуждались актуальные вопросы, текущее состояние дел в организации, успехи и проблемы. Началась встреча с награждения. Секретарь регионального отделения партии Денис Гусев вручил благодарственные письма активным членам общества. Далее за чашкой чая началось обсуждение текущих дел. Среди проблем председатель общества инвалидов Надежда Ковалевская отметила, что в ряды регионального отделения стала приходить молодежь. Молодежь у нас сейчас активная, к нам подключилась раньше, если молодежи у нас как-то маловато было в обществе, больше старшее поколение, а сейчас у нас молодежь активно подключается. Так что наша организация живет, действует и впереди нас много-много дел еще ждет. Председатель Горсовета Ольга Питонина выразила надежду на взаимное сотрудничество с Неницким отделением Всероссийского общества инвалидов при обсуждении злободневных вопросов. Сегодня в России отмечается один из самых трогательных праздников – День Учителя. В праздничный день поздравления принимали все 530 учителей всех школ Неницкого округа. Сегодня в России отмечается один из самых трогательных праздников – День Учителя. Для многих из нас этот праздник связан со вспоминаниями о бантах, букетах и советском прошлом. Кажется, это исконно наш советско-российский праздник, а между тем это не так. 5 октября День Учителя отмечается в большинстве стран мира и называется World Teachers Day. И все-таки мы были первыми. Впервые праздник отметили в Советском Союзе еще в 1965 году. Правда, поначалу он приходился на 29 сентября. И только через 30 лет был установлен Международный День Учителя. Сегодня принимают поздравления миллионы учителей по всему миру. Не стал исключением и наш округ. О тех, кто с детства влюблен в школу, расскажет Любовь Пермякова. Может, нам через праздника двойки в электронный журналы будете ставить? Мы не знаем. Ну, пожалуйста, пожалуйста, а то папа нас тратил ремнями электронами на кашлях. Ну ладно, вы через праздник не будете. Учителя пятой школы показывают сценку ученики из будущего. В свой профессиональный праздник они не просто преподаватели, а еще и звезды школьной сцены. Сегодня они срывают не голос на уроках, а бурные овации. Творческие, артистичные и креативные. В этой школе большой дружный коллектив. Многие из учителей проработали здесь не одно десятилетие. Учитель начальных классов Нелли Митькина до сих пор вспоминает первую встречу с первым выпуском в далеком 90-м году. Сейчас им по 35, наверное, по 36 лет. Хорошие ребята, они никогда не забудутся. Мы работали еще в старом здании. Хорошие такие ребята были. Так они все, все хорошие ребята. Они все потихоньку все запоминаются. И дело в том, что даже всех родителей помню. Даже всех помню по имени, по отчеству. Многих даже ребят почерк помню. Все храню рисунки, подарки. Поэтому, когда, наверное, уйду на пенсию, буду подарки и рисунки рассматривать. Вы не жалеете вот о выбранном пути? Нет. Никогда не пожалею. Бывает, конечно, трудно с современными детьми. Но школу никогда ни на что не применяю. В этом году Нелли Геннадьевна снова приняла в свои надежные руки первоклашек. Новобранцы сегодня поздравляют учителей со сцены. Первоклассник, даже бабушка была первоклассниками были все учителя. Действительно, первоклассниками, как и в песне, когда-то были все. Кстати, среди виновников сегодняшнего торжества есть и те, кто и сам учился в стенах этой школы. Для ветеранов педагогического труда сотрудники школы подготовили памятные подарки. Ученики – теплые слова. Я пожелаю им удачи, хороших праздников и выходных. Добра, чтобы хорошо всех учили, до сих пор были такими же добрыми, хорошими. Ну и много чего еще. А как ты думаешь, трудно быть учителем? Да, это очень трудно. Почему? Там столько учеников надо учить, столько всего много знать. А ученики сейчас, на твой взгляд, послушные? Ну, кто-то послушный, а кто-то не очень. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня Учителя, спикер регионального парламента Анатолий Мяндин вручил педагогам благодарственные письма и почетные грамоты собрания депутатов НАУ. Учитель – это не только источник знания, это еще проводник в оборудовании жизни. Именно от вашего напряженного труда зависит, каким будет наше молодое поколение и какое будущее они создадут. Я хочу сказать вам огромное спасибо, огромную благодарность вам за ваш труд, за предстость вашей профессии. В праздничный день поздравления принимали учителя всех школ региона, а это 28 общеобразовательных организаций, в которых обучается более 6 тысяч детей. В школах региона работает 720 педагогических работников, из них 530 – это учителя. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть наши новости можно и на сайте по адресу www.trksever.ru. Ну а далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...